Всем приветчики, девочки, мальчики, давно вы нас не видели, мы вас тоже давно не слышали, решили записать видео, точнее я решила записать, Аня у нас сегодня за кадром, меняемся поэтапно, потому что бываем друг друга, спеваем, разговариваем вместе, и я слышала, что вам такое не нравится, поэтому решила рассказать свою историю, что у меня за эти дни приключилось. Ну, в целом, это в плане, хочу рассказать вам о волосах моих, как вы можете видеть, слышали, знаете, но если у вас писали, что у меня очень поврежденные волосы, да, на самом деле это так и есть, скажу, так, из-за чего я там, хоть я даже сейчас думаю заметно, из-за чего я там, не обращайте внимания, у меня уже локоны разошлись, я крутила на курсе себе локоны, решила что-то сделать подобное, но оно уже все. А делала я, конечно, неправильно, неправильно, потому что я не использовала вне термозащиту для волос, это раз, и во-вторых, я не использовала лак, может быть, для фиксации какой-то специальный хороший, я тоже его вообще не наносила, полежала, все, локоны раскрутились уже, и прическа испортилась, еще хуже стала, это капец, конечно. Решила что-то подобное сделать, но не получилось, но утром еще более-менее было нормально. Так вот, что хотела рассказать. Значит, что, находила я, значит, две девушки, которые занимаются окраской волос, да, окрашиванием волос, и плюс еще думала стрижка. Стрижка, потому как нас недавно, вы знаете, где-то недели-две, да, где-то недели-две назад постригла девушка, она занимается стрижками, мужскими, женскими, и детей, не знаю, ужасно постригла меня и Аню. Ну, половину волос нет, половина даже здесь, вот, видите, вот, смотрите, она так постригла, как будто она вообще не умеет, и я ж не смотрела, она меня заговорила, я ж начала с ней разговаривать. И также Аню, я не знаю, почему на это никто не уделил внимания на нее, и мы с этим до сих пор. Ну, мы, кстати говоря, написали ей сообщение, но она не отвечает, что она такое допустила, как это вообще ее, возможно, в ее практике, что волосы везде разные, там так, там то. Ну, реально, мне она вообще немножко постригла, да, она взяла 15 ойра, да, вы пишите, что это дешево, да, я не буду спорить, но в зависимости, извините, как еще она, еще как человек стрижет. Постригла ужасно, я думаю, вам заветно. Ну, сейчас локоны, если их выровнять, показать, как на самом деле волосы вырекут, да, это ужасно. Стрижка ужасная, это раз. Во-вторых, значит, я сейчас пользуюсь обычными шампунями, также я наношу шампунь, бальзам-кондиционер, маска и плюс еще перед феном, иногда бывает, если я феном сушу, я сушу холодным воздухом, потому как у меня горячий противопоказан для моих волос. Я использовала бальзам специальный, на влажные волосы наносится, я вам, думаю, показывала, может, вы пили, если кто-то был, то было, нет. Гарнир фирма обычная. И наношу их, значит, на влажные волосы, потом нужно их сушить перед феном, этот кондиционер используется именно на влажные волосы, перед сушкой, перед феном. Значит, сушила их, все было нормально, но я все равно не вижу толка, волосы все равно очень ломкие становятся, очень ломаются, очень жесткие становятся. Да, я сделала второй раз за ту и за эту неделю локоны, это бывает редко. Вот сейчас моя главная ошибка, что зачем я это делала, вот мне захотелось с утром сделать, я решила раньше встать, а это сделала, да. Зачем, я не понимаю до сих пор. В этом я себя, конечно, люблю. Еще раз говорю об этом. Что хотела рассказать, вот, нашла я, значит, девочек в интернете, в телеграмме, в ресторане. В телеграмме очень много групп есть по поводу окрашивания волос, по поводу стрижек, по поводу профессиональный уход, по поводу как вылечить волосы, бла-бла-бла. Первую процедуру я записалась, кстати, о Варяна, по поводу сани и бровь. Хочу ламинирование сделать бровь, хоть я не знаю, что с моего бровя, но сделаю, но надеюсь, что сделаю. Я их вообще не буду трогать. Ламинирование, коррекцию и покраску волос. Это стоит 20 евро. Я считаю, это вообще приличная цена для всего. И вы считаете, ламинирование, коррекция плюс окраска. Дешево 20 евро. За двоих девочек 80 на 40 евро. Но это в дальнейшем я там покажу, когда буду уйти, покажу вам до и после. Это не на этой неделе, это на следующей, получается. На днях, вот же говорю, сбиваюсь, пытаюсь что-то одно говорить, а говорю вам другое. На днях находилось, значит, о девушек по поводу окрашивания моих волос. Значит, что девушки разделились на два типа, на две части, можно так сказать. Одни говорили одно, другие говорили другое. Что с моими волосами можно сделать? По тому, как я думаю, вы мне писали, я помню ваши комментарии. По тому, как я вижу, как мои волосы каждый день страдают. И я решила что-то изменить себе, попытаться. Но, блин, опять-таки, но... Значит, что? Первые девушки говорили. Да, вы можете к нам приехать. У нас хорошие краски, мы занимаемся с американскими красками, бла-бла-бла. Мы с немецкими красками не занимаемся. У нас профессиональный уход за волосами. На ваши волосы оно будет стоить 200-250 евро. Это что? Это то, что я хочу. И плюс они мне... Ну, и то, как я знала, то, как... Вы мне писали некоторые ребята, то, как я пересмотрела, что мне реально Айртач подойдет. Если не забываюсь, правильно я сейчас говорю. Да. И многие девушки, которые я писала, да, они сошлись на том же мнении, что мне нужен Айртач. И сумма будет не меньше 200 евро. 200-250. Потому, как они говорят, это займет много времени. Около 4 часа и 5 часов на мои волосы красить, вот это убрать, все и так далее. Плюс дополнительно в подарок идет стрижка, да. Вот. Все так сошлись как-то на таком мнении. Ну, кто-то стрижкурял, кто-то нет. Ну, не суть в этом. Но сумма 200-250 евро. Так, значит, что? Это раз. Вторая часа девушек мне писали, что нет, подождите. Я скинула, конечно, я всем скидывала фото лица с волосами. Я скидывала корни в длину волос, с лицом фото. Они, конечно же, сказали, подождите, вам нужно, чтобы корни отошли. Желтезна ушла хоть не менее, хоть месяц, хоть два проходите. И только тогда к нам обращайтесь. Я, конечно, ничего в итоге не писала, потому как понимаю, что же мне теперь делать. С одной стороны, я хотела хоть сэкономить. Я думала, хотя бы 50-70 евро. Ну, ладно, да. До 100. И то, это с данным моментом для меня в сегодняшнем месяце это дорого. Потому как все накладно. Как вы знаете, мы едем в Украину. Носить Аниных родителей. Да и, в принципе, почувствовать эту манасферу, что там, как вообще происходит. И Аню еще хочу поддержать. Поэтому лечу с ней в Украину. И я теперь не понимаю, что делать, потому как я не хочу красить обычную краску. Но понимаю, что время теперь бежит, бежит. И надо быстрее. Тут еще неделя. Несколько там. Неделя. Неделя и пару дней осталась, если не ошибаюсь. И я не понимаю, что мне делать, потому что реально мне нужно покраситься. Я не хочу ехать с этими темными корнями. И это просто ужасно. Либо уже просто приехать и покрасить. Да, я понимаю, в Украине очень классная девушка, которая занимается профессиональным окрашиванием. Да, я могу сэкономить, покрасить. Но, опять-таки, надо искать. А я хотела бы, чтобы я уже приехала. У меня были покрашены волосы. Все. Но нет таких. Я не знаю, девочки, честно. Так что у меня такой вопрос к вам. Может кто-то находится ближе. У вас есть знакомые, которые вы ходите краситься. Вот на такие процедуры, как Айртач. Если неправильно исправьте меня. Айртач называется окрашиванием. Но, чтобы человек занимался профессионально. И чтобы цена была хотя бы средней. Потому как, я говорю, девушки, которые мне покупают 200-250 евро. Я считаю, это реально очень дорого. В данный момент, да. Может быть, у них хорошие краски. И они долго прослужат на моих волосах. Но в этой ситуации, нынешней, в этом месяце, я не могу себе позволить. Пытаемся минимально сэкономить где-то что-то. Я не знаю, тяжело. Ну, как-то так. Так что напишите. Может кто-то находится возле Дюссельдорфа. Может кто-то находится у вас там возле Кёльна. Дюссельдорф. И вот, напишите. Может у вас знакомые девочки, которые занимаются окрашиванием. И они мне подскажут. Сами. И может меня даже пригласят. И сделают кивочку. То я так мечтаю. Ладно, я шучу. Но, чтобы средняя цена была. Если у вас есть знакомые девочки. Так вот. День у нас сегодня прошел как-то так. Курсы замечательные. Сегодня день был хороший. Книгу же мы, значит, что закончили изучать наш немецкий А2. Теперь нужно покупать Б1. Книгу, да. Книгу бы стоит около 40 евро. Но это мы расскажем уже в следующем видео. Ребята. Так что как-то так. Расскажите. Поделитесь своим мнением. Что мне. Как спасать. Да, я понимаю, что я их убью. Не критикуйте. Не начинайте писать одно и то же. Лучше дайте мне правильный ответ. Посоветуйте что-то хорошее. Может у вас знакомые есть. Которые занимаются. Восстанавливают изнутри волосы. Потому что я уже не знаю, честно говоря. Стрижки стрижками. Но я их недавно слинула. Смысл. Мне надо вот. Сначала хотя бы покраситься. И можно было постричь. Да, и не против постричь. Потому что меня покрасили. Так что, ребята, как-то на этом все. Делитесь со мной свои информации. Буду очень-очень рада этому. А на этом все. Всех люблю. Всех целую. Всем пока.